ну что ребят гуглим фоточки со словом байкал и пожалуйста все как есть смотрите как красиво там галичный пляж кораблик туристов миллиард красиво ракурс он так подальше сделаю чтобы можно побольше захватить ветер конечно что поделать понятно мама мне объясняет что растительность здесь никакая но что горы что мы хотим вот кораблики да кстати с песком ничего нет здесь то вот это хорошо кстати что зелено там дальше вообще гольный песок ну что идем на сарайский пляж спускаемся ну какие же красоты а посреди советские горы какие красивые туристы ходят хочешь подойдем к нельзя она ничего страшного к берегу берегу там подойдем конечно безусловно тебя классно мама говорит что для нее теплая вода я прям хочу видеть эту теплую воду он на сапах тоже катаются сейчас я посмотрю эту теплую воду галечка мама говорит видишь галечка ну что пошли мама мне выдала потрясающие тапки уходя не выглядят как маруся но они и вообще капец какие удобные а ну классно ребята вот куда человек пошел давайте кораблик посмотрим лучше все мама где на травку пошла все пошла на травку я на травку не пошла я мне теперь кажется что песок теплый после этой ледяной воды ну все поплыл кораблик поехали кататься там люди ребят вид потрясающего не просто уходить отсюда не хочется короче решили знаете что сделать видами понаслаждаться сам покажу и вот пожалуйста и реально классно там уходить неохотно солнышко решила вы нас посетить решили оу спасибо вас так не хватало в этой холодной воде как мы завтра купаться собрались я не знаю мы поедем там где прогреты она наверно да и песочек мы такой классный тур между прочим сегодня подобрались пойдем заберем его экскурсия получается должна будет длиться шесть часов и посмотрим что нам там интересненького покажет видите как интересно стал бы здесь лицо нам тоже интересно такое лицо там я не знаю это как они там козел не козел козочка козочка там он вообще что-то такое интересное ждите попытаюсь не трясти камерой тут пригорчик такой там орел личкой мишка и лапки даже мишки птички классно это рыбки смотрите какие рыбки прям вокруг вот рыбка 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 солнышко выгляну и орел круто ребята простите конечно это так увлеклась поеданием пиццы на фоне вот такой красоты я серьезно забыл вам даже снять здесь очень настолько красиво столько потрясающе зашли в такой кафе интерес и смотрите сколько картин какой она уютная здесь есть второй этаж и все в и на все я пошла видали чё красота такая и здесь несколько стрелок вот видите чё красота это же вообще такая красивая штука как вам кстати да буфет 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 ну что я потрясающим виде даже не стал помаду наносить и вообще еще солнце так немножко глаза светит доброе утро мы взяли тур 6 вроде часовой будем кататься по разным островам в общем местные достопримечательности мы сейчас находимся и даже не знаю как база называется но смотрите какая-то посмотрю пока нам кофе готовят и здесь пирс находится и идем и на погуляем а мы уже тут не одни тут уже собрались люди собрать потихоньку как здорово что чуть ли не одно единственное кафе работа с 9 утра кофе то хочется попить с утра пойду посмотрю знаете такое чувство что там как выставка такая такая самобытная интересно вообще красиво солнышко уже светит во все мы все равно потеплее немножко надеялись так потому что в море то уже будет прохладно да ветерок здесь байкальский душевный бывает ну что я сейчас посмотрю что это за штуки вот прям стеллаж такой большой большой и тут много-много разных каких-то странных вещей он какие-то сапоги бутылки еще что-то непонятное такая интерактивная выставка там вот такая штука я даже не знаю что тут дерево и вот с этой стороны тоже еще странные такие можно конечно пройтись вон туда еще тут будет перс будет есть здесь нас будут встречать мой на экскурсию поедем если честно люблю всегда экскурсии всякие почему потому что это интересно когда просто сам по себе гуляешь и подходишь какому-то возможно историческому месту или какому-то вообще где-либо ты куда дом красиво стоит или просто идешь по земле какой-то исторический немножко понятия сложные потому что ну да что-то красиво или хорошее место а когда тебе рассказывает гид дай бог еще есть профессиональный они же как шоу как сказку преподносят и таким образом получается что это интересно как минимум поэтому мы будем я например рада что будет свой профессиональный гид нам расскажет всякие там легенды и все такое мама там уже сидит ждет кофе ну что мы ждем наш утренний кофе у нас есть время мы смотрели пришли чуть раньше на самом деле мы так хотели кофе пить просто почему-то везде было все закрыто кроме этого кафе ну и то хорошо спасибо что они работают вот как кафе называется и не знаю признаюсь честно как называется база но с нами еще тут две женщины пришли не спросили вы тоже туда могли да у нас тут все есть вот мама тут рекламирует местные булочки сказали обязательно нужно попробовать да с чаем с кофем у нас тут целый набор так что будем кушать ребят-ребят колокольчики смотрите как интересно тут у нас капитан там люди уходят прикольно прикольно видите какой интересный песок бордового оттенка смотрите вот настолько он розовый я даже не могу объяснить как будто немножко фиолетового оттенка песочек вообще очень красивый в общем идем мы на эту ступу и короче нужно пройти вокруг нее по часовой стрелке нечетное количество раз нафига это делать я не в курсе но господи это как всегда вот одна и та же история на все времена типа на этом острове короче очень такая большая энергетика смотрите вон лодочки наши ну все поднимаемся смотрим немножко вам красивого вида в общем мы шли-шли а тут такие и лютики и вот эти желтые какие-то не знаю что фигня какая-то да в общем и полынь кстати вот это мне вот она если честно нравится как пахнет давай давай сейчас я засниму держи сфокусировался что нашла то еще дикие гвоздички красивые прелесть вообще чем выше поднимаешься тем меняется вот эти вот пейзажи мам как раз зеленым лишайником или как он называется обшит мне вот очень нравится растительность смотрите какой он на кораллы похож очень красивый мы тут все выше и выше мне все жарче и жарче ближе к солнцу ну да ближе к солнцу как мама говорит сейчас просто это раздеваться я прям не знаю смысла есть или нет в общем за мной такие потрясающие виды хочу показать просто это очень красиво очень вон туристы тоже пошли уже сходили на эту ступу мы уже подходим в общем там что-то нужно где-то шататься сколько-то раз вот прям видно вон там там ее сейчас мы дойдем вот мы приближаемся вот это уже хвойные деревья очень и вид красивый вот она ступа сейчас пойдем сказали нужно там что-то обходить я не верю в эту ерунду но пойдем вот она ступа как нам уточнил местный житель что построена она в 2005 году какими-то питерцами и москвичами ничего не местными никакими не шаманами сочиняет она он так и сказал что приезжали какие-то питерцы или какие-то москвичи и блин с разрешения с разрешения шаманов ну это все конечно лично я бы не разрешила конечно скажу честно что-то тут написано нам не дано я чуть-чуть немножко вида но обещаю сейчас покажу вот все вот так вот по дорожке идут идут и гуляют как красиво там соленечки еще есть кстати мы пойдем со мной набираться сил в общем я понимаю что сил мне хватает только на три круга на три нечетное число в общем три раза я тут пройду наберу сил но я сомневаюсь что что я не успею сил набрать то есть в общем мне хватает сейчас еще разок и спасибо так как мы едем с экскурсия нам дали 40 минут так что я думаю мы пойдем еще просто пофоткаемся по красивым видам в общем я думаю мы просветлились уже просветлились пошли фотки делать у нас осталось 10 минут я думаю то пойдем наделаем вам красивых фотографий красивых снимков какая красота да ребята я прям в восторге от этих красивых гвоздичек это все природные настоящие такие дикие гвоздички красивенький вид какой потрясающе просто тут вот еще местечко есть такое все фотографируется на самом деле понятно почему потому что вид хороший мальчик мама у меня уже в очереди а я пока покажу красоту вокруг нас конечно безусловно камера не передаст той волшебной красоты которая нас окружает но все же хотя бы немножко вот все гуськой ходят вокруг туристы там продаются сувенирчики ну а мы сейчас пойдем фотографироваться вот здесь красиво тут короче мы все таки добрались до этого места сейчас вот так покажу видите как все камушками красиво это сделано ой да да это листница по-моему называется ой да да ой на самом деле плочная как пиломатериал но это достаточно тяжелая но классная красивая очка а а а